10. Есть попкорн, приготовленный в микроволновке Кто не любит горячий и мысленистый попкорн? Это классический перекус, который делает просмотр любого фильма еще лучше. Тем не менее, для тех, кто готовит попкорн в микроволновой печи, у нас плохие новости. 10. Попкорнов Нет, дело не в микроволнах, облучающих вашу пищу. Хотя это тоже не круто. Извините, ребята, но опасны как упаковка, так и то, что в ней. Исследование 2010 года, проведенное в Университете Торонто, показало, что химические вещества, используемые для того, чтобы сделать пакетики для попкорна жиронепроницаемыми, являются довольно токсичными и, вероятно, канцерогенными, то есть вызывают рак. Что касается самих зерен, вы можете заработать так называемую попкорновую болезнь легких, вызываемую этим вкусно пахнущим и химически полученным запахом. Номер 9. Дышать воздухом внутри помещений Несмотря на то, что стоит беспокоиться о качестве воздуха в густонаселенных местностях, воздух внутри помещения, которым вы дышите, также не лишен проблем. Рециркулируемый воздух внутри здания может быть в пять раз более загрязненным, чем воздух на улице. Загрязнение помещений происходит из-за летучих органических соединений и может быть вызвано чем угодно – от гниющих растений до ковров, мебельной пены и чистящих средств. Кроме того, если система фильтрации кондиционера работает неправильно, вы получаете бактерии. Вы думаете, что новые здания будут лучше, но в них может быть просто ужасный воздух, так как испарения из новых материалов могут быть вредны для здоровья. Итак, что с этим делать? Открывайте окно или идите на улицу. Номер восемь. Посещать солярий, загорать. Этот пункт уже не должен никого шокировать. Когда ось земли наклоняется к солнцу, незащищенная и в особенности светлая кожа становится особенно подверженной вредному ультрафиолетовому свету, в частности УФА и УФВ. Эти легкие частицы небольшие, не такие маленькие, как микроволны, но небольшие, и могут попасть в организм, вызывая повреждения клеток и ожоги. Со временем этот урон может привести к раковым заболеваниям, таким как меланома. Но хуже всего солярии, поскольку они концентрируют УФ свет. Это займет немного времени, а повреждения кожи будут необратимы, поэтому будьте осторожны. Номер семь. Игнорировать храп. Храп может быть пыткой, особенно для того, кто спит рядом с вами. Однако это еще не все. Это распространенная форма апноэ во сне, и если она достаточно серьезная, то может вызвать серьезные последствия, если ничего с этим не делать. По данным Американской Ассоциации Внезапной Остановки Дыхания во сне, у вас может быть повышенный риск развития инсульта, диабета, сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Не говоря уже о вреде, который храп наносит вам и барабанным перепонкам вашего партнера. Храп может быть действительно громким, и если рядом с вами лежит такой человек, или вы храпите сами, это может ускорить потерю слуха. Номер 6. Употреблять много воды В течение многих лет считалось, что человек должен выпивать минимум 8 стаканов воды в день. Но недавние исследования показали, что большая доля такого количества воды должна поступать из свежих фруктов и овощей. Употребление слишком большого количества воды за короткое время может стать излишним для организма и вызвать гипергидратацию. В то время как чрезмерная гидратация также может быть симптомом проблем с почками, а не просто показателем того, что вы пьете слишком много H2O. Люди с такой проблемой могут испытывать спутанность сознания и приступы. Поэтому прежде чем каждый день потреблять 2 литра воды, лучше съесть несколько морковок и выпить небольшую бутылку воды. Ваше тело поблагодарит вас. Номер 5. Чрезмерная чистка ушей Вы когда-нибудь смотрели на упаковку ватных палочек? А замечали, что на ней никогда нет совета по применению их для чистки ваших ушей? Это потому, что они для этого не предназначены. Вы, наверное, думаете, что чистите свои уши, но, скорее всего, делаете только хуже. Засовывание чего-либо в ухо может повлиять на ушной воск, способный задерживать бактерии и может вызвать инфекции. Единственный способ, которым вы должны чистить уши – в ванной или в душе, когда горячая вода размягчит воск. Немного мыла и воды будет достаточно, а вам не придется идти к лору. Номер 4. Выщипывать волосы в носу Раньше люди были более волосатыми. По мере того, как мы эволюционировали, мы избавились от большинства ненужных волос. Поэтому волосы, которые у нас остались, имеют свое назначение. В то время как людям не нравятся волосы на определенных участках тела, есть места, где нужно оставить их в покое. В частности, места, где они находятся внутри полости, такие как уши или нос. Эти волосы находятся там, чтобы не давать бактериям проникать в носовую полость. Эти волосы – твои друзья! Итак, во время сезона гриппа просто отложи ножницы и дайте маленьким волоскам выполнять свою работу. Номер 3. Привычка постоянно сидеть Всем нам нравится расслабляться, и после тяжелого рабочего дня мы просто хотим отдохнуть. Но если у вас не физическая работа, то вы и так сидите целый день, независимо от того, сколько работают ваш мозг, глаза и пальцы. От сна до приема пищи, езды и работы в офисе, до отдыха дома с телевизором, типичный житель Запада США проводит свой день в сидячем положении. Это дошло до того, что некоторые называют сидение новым курением. Современный сидячий образ жизни обвиняют во всем. Он является причиной сердечных заболеваний, боли в суставах и даже рака. Вам не нужно стоять у рабочего места, но недолгая прогулка будет полезна. Номер 2. Употреблять слишком много газировки. Помните, мама всегда предупреждала, что слишком много кола и других сладких напитков разъест ваши зубы? Оказывается, что это еще не все. Недавние исследования показали, что рафинированный сахар, возможно, одна из самых вредных для здоровья вещей, а в газировке его очень много. В одной баночке газировки объемом 355 миллилитров содержится 36 граммов, около 11 кубиков сахара. Сахар связан с ожирением, сердечными заболеваниями, диабетом второго типа. Он затрудняет работу печени. А поскольку рафинированный сахар содержится в тоннах готовых продуктов, его потребление трудно избегать. Поэтому сокращение потребления газированных напитков – хорошее начало. Прежде чем мы объявим первое место, вот несколько непочетных упоминаний. Номер один. Курение. Все знают о вреде курения. Да, это выбор, но это не значит, что он хороший. Из-за вреда пассивного курения в большинстве общественных мест в последние годы стали запрещать курение. Канцерогены, обнаруженные в сигаретах и сигарах, связаны с целым букетом болезней. Рак, повышенное давление, сердечные и респираторные заболевания. По сути, курение наносит вред всем жизненно важным органам. Некоторые говорят, что они курят только когда пьют. Но слишком много алкоголя тоже не очень здорово. Это серьезная обвинка. Ты видел 14 пивов. Ты не знаешь этого. Курение серьезно сокращает вашу жизнь и одновременно снижает качество жизни. Так что это привычка, от которой нужно избавляться как можно скорее. Согласен с нашим выбором. Чтобы смотреть больше увлекательных топ-10 ежедневно, не забудьте подписаться на WatchMojo Россия.